Первые дни декабря еще солнечные и не морозные. Люди не торопясь прогуливаются по улицам города, замечая начало кропотливой подготовки к зимнему празднику. На главной площади города заканчивают установку всем полюбившейся новогодней композиции, где получаются яркие фото в Инстаграм. Кроме сверкающих инсталляций, улицу украшают паутинами гирлянд. К созданию праздничной атмосферы активно подключаются торговые центры, заведения, администрации и предприятия города. Год завершается, год хороший, и поэтому хочется так же хороших мгновений от следующего года. Но еще только начинают украшать город. Все впереди, город всегда очень ярок, очень красочен к началу нового года. Поэтому я ожидаю, что так же будет и в этом году, и может быть даже лучше. Город хорошо подготовили к празднику, достаточно много огоньков, ребята справляются хорошо на самом деле. Я надумаю, что еще добавят всего этого дела, ведь только начало и тысячелетие тоже, думаю, отметят прекрасно. Новогодние тысячелетия города тоже будут с большим размахом. С каждым днем Брест приобретает больше ярких красок, а в воздухе пахнет торжеством. Новый год – время праздничной суеты и ожидания чуда, а еще время Деда Мороза со снегурочкой и подарков. Я очень люблю праздник. Всем детям нравится, когда приходит Новый год, они егают снежки, лепят снеговика хорошего и доброго. Когда они наезжают елочку, приходит Дед Мороз и всем дает подарки любимым детям. В первую очередь, наверное, декабрь ассоциируется опять же с праздником, с Новым годом, а Новый год ассоциируется с детством. Поэтому хочется всегда окунуться в эту атмосферу, почувствовать ее. Совсем скоро из окон домов и квартир можно будет увидеть макушки украшенных елок. Любимые заведения и магазины начнут очаровывать новогодними мелодиями. А дома будет ждать теплое какао и любимый фильм «Один дома», количество просмотров которого давно перевалило за трехзначное число. До самой настоящей сказки осталось совсем чуть-чуть. И хоть многие уже охвачены праздничным настроением, к некоторым оно пока не пришло. Новогоднее настроение есть, но, скажем, не на 100%, какое хотелось бы, чтобы оно было. Может, не хватает снега какого-то, немножко еще далековато к Новому году. Думаю, что будет хорошо. Главное, чтобы был снежок, было красиво. Вот это вот хорошо было бы. А у вас есть новогоднее настроение? Пока еще такого конкретного новогоднего настроения еще нету, но пока уже по чуть-чуть оно начинает. Совсем скоро на главной площади города появится красавица елка, благодаря которой у каждого будет новогоднее настроение. Кроме того, этот год особенно важен для города, ведь в этом году ему исполнилось тысяча лет. Значит, и украшен он будет по-особому. Ирина Кузьмич, Григорий Пекарский, Александр Макаревич, телекомпания БУК-ТВ.